здравствуйте друзья зачитываю вопрос на дорожку здравствуйте скажите пожалуйста если я туго думал то каковы мои шансы стать программистом либо тестером иногда очень долго могу думать даже над простой задачей в ранних классах обожал математику и давалось очень легко но класса с 6 7 у меня появились огромные проблемы в семье из-за чего я впал в очень длительную депрессию и на учебу просто вложил большой болт а когда хотелось в 10 11 классе взяться за математику и физику то к сожалению не смог поспевать так как был большой пробел а денег на репетитора попросту не было по этой причине я не поступил в вуз точнее даже и не пробовал поступить так как понимал что с моими знаниями там делать нечего поэтому я получил только лишь средне техническое образование радиотехника мне скоро 23 года с депрессии я справился постепенно начал заниматься саморазвитием в принципе соображая неплохо но порой очень медленно у меня абстрактное и аналитическое мышление над развитием которых я сейчас занимаюсь развитием которых я занимаюсь я как бы вижу в себе программиста или тестера я изменился стал более целеустремленный на меня пугает очень сильно моя тормознутся работать фрилансер будет не проблема а вот фирме не уверен что смогу как следует адаптироваться так как могу подтупливать ну давайте побеседуем чё же да вопрос неожиданно я сказал такого никто не спрашивал раньше поэтому мне интересно было порассуждать на тему есть как бы несколько что ли углов под которыми можно посмотреть на ситуацию если человек учился хорошо успевал по математике в школе дальше у него какие-то проблемы возникли в силу там ну каких-то обстоятельств нет никаких основателей на основании сказать что он там как-то генетически неспособный что он там тупит как бы и это его как бы особенность такая вот и просто он такой он он не такой нормальный вот он под воздействием каких-то обстоятельств куда-то его вышибло но это не значит что его нельзя вернуть обратно и как то чтобы он был вполне таким же как он был всегда то есть одно дело вернуться в состояние которое твое естественное состояние совсем другое дело выйти из тяжелого состояния туда где ты никогда не был раньше это совсем это большой подвиг эти то есть у него у него я я так понимаю я не врач не не психолог ничего но я так вот по жизни просто из опыта общения с людьми я видел что люди очень быстро возвращаются туда где они раньше были если обстоятельства этому способствует вот так что такое мое видение кроме того он получил среднее специальное образование не не знаю там но не в какой-то такой области знаете где совсем напрягать мозги не нужно все-таки радиотехника эта область сама по себе вообще серьезно ну ну хорошо средняя специальная но там и математика есть какая-то там и физика есть совершенно как бы понятно даже какая физика там есть поэтому это не самая простая профессия правда и если можно сказать что он там по образованию не программисты и там не теста но у него образование которому можно считать относящимся так вот к этой группе это не прямой так сказать удар но такой сбоку заход но это не то что совсем сторону не то что он там бухгалтерию изучал пойти или там паралегалом был вот теперь насчет того что вот там тупить или не тупить мы не должны сами на себя брать вот эту функцию говорить там я тупой вот если вы будете говорить себе я тупой то вы как бы будете себя погружать в это делу вот вы такой какой вы есть я такой какой я есть если я буду каждый день себя говорить вот я старый я старый я старый я старый не 60 лет у меня внучки 9 лет я буду чувствовать себя старым но я не чувствую себя старым я чувствую себя на 15 лет моложе чем я есть о факте понимаете ну и это все себе уговаривает две я helped я точно буду чувствовать себя старым если я буду говорить что я тупой я точно притупею я не знаю насколько поможет уговаривание себя я умный я умный вот вот тут я не знаю то есть если например у него комплекс что он тупой а на самом деле он нет тогда может быть вот это вот affirmations вот эти что я умный я умный может быть они ему помогут просто избавиться от комплекса но если он ну просто вот так скажем соображать с какой-то скоростью приговаривание вот эти мантры не сделают не помогут ему соображать два раза быстрее я так думаю вот за исключением ситуации когда просто есть есть проблемы которые надо устранить тогда конечно может помочь поэтому не надо себе говорить вот этого всего на все сказать я такой какой я есть я мог бы быть каким-то более приспособленным для какой-то профессии если бы никак не случились вот какие-то обстоятельства в моей жизни ну может быть я вас уверяю что в моей жизни был миллион обстоятельств в результате которых я такой какой я есть хотя мог бы быть намного больше чище светлей умней интеллектуальнее развитие и так далее но он ну сто процентов вот ради себя в семье я не знаю академиков они там просто советских там служащих допустим учись я там были ты в улитарном университете они в институте связи и ты пошла и поехала понимаете ну что и что же одно мы имеем дело с тем что есть это что есть это совершенно замечательно каждый из нас продукт чего-то что произошло в прошлом и того набора который нам дан от рождения и и мы прекрасны абсолютно абсолютно не то чтобы мы перед кем-то виноваты мы должны оправдываться или извиняться и что такое почему я вообще об этом говорю потому что если вы перестанете вообще об этом думать вам это поможет сосредоточиться на всем остальном я вижу много людей которые работают в индустрии давайте с этой стороны зайдем во всяком случае в американских точно я про российскую не могу сказать но про американскую могу очень много людей работают очень много тысяч людей прошли через нашу школу и я очень часто вижу людей но не очень много вижу постоянно где-то попадают и люди какой-то процент людей так вроде приходит вроде нормальный ну так ну нормально потом смотришь а он тупит тут тупит там тупит здесь тупит самое страшное когда человек не понимает что он не понимает у него полное ощущение что он вообще так сказать оседлал какую-то тему а он даже объяснить нельзя что он ничего не понимает он просто вот в таком состоянии счастливым и бывают тяжелейшие случаи и вот мы сидим когда на педагогический коллектив мы там обсуждаем какие проблемы есть там как как бороться в этой ситуации кто и что можно сделать и иногда руки опускаются и что ничего нельзя сделать но вот в этой ситуации но нельзя сделать ничего потом смотришь работают потом смотришь год прошел там а ему при этом надо бабочку дали а потом еще два года прошло он менеджер понимаете поэтому даже со стороны даже уже люди которые там всех собак сожрали которые бегали по этой местности мы тоже не как пускать на сто процентов не можем сказать бывает наоборот тоже бывает что смотришь такой чемпионский такой человек пришел прям натурально сейчас всех раскидает а он нет вот ему не хватило но может быть это не не связано с интеллектом или там скоростью соображениям а связано больше с какими-то человеческими качествами это отдельная история так вот школа имеет свою специфику потому что в школе человек может быть очень одаренным во всех отношениях но он не понимает зачем пришел понимаете нет учителя там где нет ученика если ученика нет так что же вы научите кто будет его учить и кто сможет поэтому люди приходят у них свои соображения он говорит я сюда пришел мне эта школа не нужна но вот я хочу попасть на практику в компанию вот у него там свой план как он это будет делать а дальше у него вот ему не хватает практику сейчас пойдет это обреченные практически люди в нашем смысле потому что он не пришел взять то что мы в состоянии ему дать он пришел взять что-то что там пыль на сапогах но он некомпетентен он рассуждает и тогда и и строить себе план соответственно если мы смотрим на тех кто работает я я не только как бы учу тех кто работает я еще и работал тоже и в индустрии в шести компаниях работал вот войти что что сказать значит есть люди от которых никто сильно много там чего-то не ожидает все определяется сумма и денег которые вы получаете если вам дают ну я не знаю там 20 долларов часто 22 доллара в час то от вас и не ожидают много в смысле скорости и в смысле как сказать глубины знаний но от вас ожидается что вы добросовестный что вы старательный внимательный такой детальки значит там не пропускаете и в общем то я бы сказал что даже что ту году как вы это называете вот такой значит вот он даже может быть предпочтительнее такого шустрого который прыг прыг с ветки на ветку там как обезьянка хвостиком там зацепился поскакал потому что там нужны именно детальки и никто вас не гонит никуда особо то есть такая работа тоже есть я не хочу сказать что все тестеры допустим могли бы быть такими неспешными мне прийти слова ту году правда вот особенно когда человек про себя так говорит мне мне это прийти какие такие неспешные там подумать надо есть люди которые надо подумать есть профессии в которых вообще народ такой знаете любит подумать покрутить повертеть вот бухгалтера например посмотрите разве бухгалтера это вот такие вот обезьянки которые скачут светочки на веточку то есть там тоже шустрый народ есть но в основном то они тщательно они каждую деталечку обдумывают обсасывают обгладывают там раскладывают там 10 раз туда-сюда посмотрят перепроверят это же тоже очень важные качества в определенных видах деятельности поэтому если мы говорим про тестирование то да вполне такому человеку есть место про программирование я не знаю это лучше вам программисты скажут у нас тут народа много которые кодируют на сайте кодируют программируют там разных ипостасях вот они наверное точнее скажут поэтому я не буду там чужую область залезать но в тестировании такие люди работают дальше начинается но хорошо но вы не живете в сша вы живете я не знаю где там может в россии может украине может беларуси там я не могу сказать но где-то человек живет я не знаю какой у вас там рынок я не знаю сколько там платят я не знаю чего они ожидают за эти деньги я не знаю какого нет возраст ваш я знаю молодой парень в вашем возрасте еще все абсолютно можно то есть вы возраст вам не помешает никак не не тут не там поэтому еще один аспект я тут думаю значит на ходу еще один аспект есть очень важно человека лично знать вот допустим я это все рассказываю и у меня какой-то образ есть голове этот образ он сложился на основе прочитанного если бы допустим мы сели бы пообщались там 20 минут может быть я бы сказал слушать он на себя наговаривать совершенно нормальный чувак там быстрее многих и еще вот себе придумал проблему может быть такой вариант может еще какой я не знаю но всякая диагностика она подразумевает наличие это сказать контакта с пациентом с диагностируемым в данном случае я как-то с таким вымышленным образом работаю в целом да вот в целом человек который в целом считает что он не быстро соображает ну ну да есть еще одна интересная вещь я это наблюдал в больших количествах и то что вам сейчас говорю я не был на этой точке зрения не придерживался этой точки зрения всегда я когда-то был более категоричным в оценках и я говорил вот это работает это нет это я буду делать а это я считаю безнадежным там и так далее я рассказывал историю как была женщина 54 лет в самой первой группе которая набирала я себе сказал старше 50 не берем а мне тогда было 36 там 37 вот и я думаю ну 50 это чересчур и и в то время действительно как-то народ помоложе работал сейчас любых возрастов есть а тогда это как-то редко было вот я всюду где был я работал сюда самый старый был но смысле начальство выше там могло быть постарше президент вице-президент а из инженеров я был самый возрастной и женщина ты там еще по-английски практически не говорила а потом уже это она обманула сказал что не до 50 там туда-сюда а потом выяснилось 54 года но она успешная была она вот недавно на пенсию вышла в 70 лет понимаете она после этого значит проработал еще 16 лет успешно и и так потихонечку вот эти барьеры которые я сам себе в голове создавал оценочные вот эти вот суждения они менялись и я видел людей я говорил уже но я видел людей которые казались абсолютно безнадежными и оказывалось что ничего страшного при условии что они настырные они видят цель они к ней идут и они не ломаются от того что кто-то чего-то сказал где-то у кого-то получилось а у него не получилось то есть вот способность человека уперто идти к цели она на самом деле является определяющий определяющий то есть все остальное это может быть там десять процентов вот там медленные ну там или он быстрые там что они там с языком что у него с техническими навыками то если он упертый у него подтянется язык у него подберутся эти навыки он начнет быстрее решать стандартные задачки может быть какие-то оригинальные нет а стандартные да вот и прекрасно будет работать и и зарплата будет расти и начальство будет любить и так далее так далее так далее поэтому я я понимаю что может быть хотелось бы услышать от меня какой-то ответ такой более четкий но я рассказываю как есть понимаете к сожалению сложно с четкостью тут я где-то прочитал знаете человек претензию такую предъявлял мне где-то в блогах там что от меня невозможно добиться четкой информации о проценте трудоустроенных то есть я говорю что информация есть она там где-то вывешена но смотреть ее смысла нет потому что это ни о чем не говорит и так далее но это правда абсолютно понимаете но это и есть абсолютная правда потому что лично к вам никакая статистика не относится лично к вам вот мы сейчас подбиваем итоги там за последний год там у нас называется 2015 то есть он где-то заканчивается там я не знаю боюсь соврать 2015 у нас заканчивается по моему в июле 16 вот и там что-то получилось 70 там с копеечкой процентов при том что 15 процентов выпускников мы не знаем где они то есть они исчезли и мы не знаем то есть может быть там их 80 процентов placement а может 78 я не знаю сколько ну честно вот нельзя сказать может 85 и и о чем это говорит что вот за какой-то период времени но если вы упертый и вы нашли работу не за 6 месяцев которые там статистику попадают а за 8 это трагедия или это успех если трагедия вообще не надо завязываться а если успех а если год вот год искал работу это успех или не успех ты же говоришь я медленный ты же говоришь у меня проблемы но я могу ну хорошо вот допустим год у тебя прошел и ты уже не попал статистику там устроенных и так далее поэтому я к чему говорю наверно кому-то хочется услышать ответ такой делай раз делай два но бывает что нет такого знаете а бывает что есть ну вот как есть и я абсолютно искренен и не не пытаюсь там тень на плетень я я просто ну как есть поэтому я заранее извиняюсь если хотелось услышать более конкретно но вот получилось как получилось счастливо и до новых встреч